Токарь-расточник Валерий Алексеев, мастер с золотыми руками, изготавливает инструменты повышенной точности. Каждое движение выверено до мелочей. Участок ответственный. Впрочем, других на заводе нет. Более 30 лет назад он связал свою судьбу с Бобруйско-Громашем и не пожалел. Председатель цехового комитета и бригадир, под началом которого трудятся 15 человек, не представляет себя без родного предприятия. Ребята у нас в бригаде хорошие, все прекрасно понимают, поэтому стараются, как и положено, сделать как можно больше, лучше, чтобы было и качество, и количество, и не уронить престиж нашего цеха. Бобруйско-Громаш держит марку 48 лет. В его цехах рождаются железные помощники для сельского хозяйства. От техники для заготовки и раздачи кормов до машин по внесению удобрений. Ассортимент продукции более 100 наименований. Это одна из тех компаний, которая сегодня уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует, что белорусы могут производить качественный, конкурентоспособный товар. География поставок свыше 40 стран. Большое сотрудничество у нас с Казахстаном, также рынки Армении, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, рынки Грузии пытаемся освоить, ну и также все остальные наши партнеры остались с нами. Хорошая у нас сотрудничество с Российской Федерацией. Ежемесячный контракт составляет более 150 миллионов российских рублей. Казахстан берет порядком где-то 2-3 миллионов долларов за полугодие. За последние три года Бобруйск-Громаш пережил серьезную модернизацию. С помощью государства здесь обновили техническую базу на 10 миллионов. В цехах внедрено более 90 единиц современного оборудования. Экономический эффект не заставил себя ждать. Это токарно-обрабатывающий центр с числовым программным управлением. Он позволяет производить высокоточные детали машин. Раньше изготовлением такой оси привода занималось 4 бригады. Теперь справляется один человек. Производственные успехи были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Ведь каким бы совершенным ни становилось оборудование, без умелых рук и светлых умов ему грош цена. А люди здесь работают креативные, ищущие новые концептуальные решения. Гордость предприятия – центр научно-технических разработок. За последнее десятилетие ассортимент продукции расширился более чем на 40%. И это все в условиях жесткой конкуренции. В разработке порядка 20 научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, как по доработке и модернизации серийной выпускаемой техники, так и по освоению новых образцов. На предприятии умеют не только работать, засучив рукава, но и отдыхать как следует. В преддверии Дня машиностроителя коллектив собирается во Дворце Исков. В этот знаковый день людей труда чествует руководство области и города. Звучит зажигательная музыка и теплые поздравления. Не обходится без наград. Грамотам и благодарностям нет числа. На сцену один за другим поднимаются те, кто обеспечивает высокий технический уровень продукции торговой марки «Бобруйска Громаж». 2022 год традиционно оказался очень интересным и благотворным в плане продаж. В действительности мы на начало года увеличили объем производства в полтора раза и не потеряли в связи с санкцией старых рынков. Кроме этого мы обрели два новых рынка – Норвегии и Финляндии. Профессиональный праздник отмечают и на ТДИА. Здесь проводят день открытых дверей и награждают лучших сотрудников предприятия. 81 человек удостаивается почетного звания «Ветеран труда». Бобруйским машиностроителям есть чем гордиться. Всему миру известно высокое качество деталей, тракторов и коммунальной техники. По портфелю заказов можно изучать географию. В арсенале более 50 стран. Предприятие представляет собой крупнейшее предприятие Могилевской области среди промышленных предприятий города. И предприятие занимает лучшие места по социальному и экономическому развитию. У нас введена эксплуатация, новая линия по изготовлению валов, на котором задействовано новое инновационное оборудование для механической обработки деталей типа вал. В городе немало достойных представителей машиностроительной отрасли. Например, ТАИМ – крупнейший в СНГ производитель пневмотормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники. Среди клиентов не только отечественные гиганты – МАЗ, Амкадор, БелАЗ, Гумсельмаш, но и ведущие российские заводы. В условиях санкционного давления белорусы научились лавировать, выстраивать логистические цепочки и покорять новые рынки. Мы генерируем идеи, создаем уникальные разработки, мы развиваемся. Вопреки. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели.